Приветствую, дорогие друзья, с вами Беликан, и сегодня я расскажу вам что-то жуткое. Надеюсь, вы знакомы с такой игрой, как Five Nights at Freddy's. Моё произношение на английском просто на высоте. Так вот, сегодня я почитаю фанфики про эту игру. Надеюсь, вы знакомы с таким событием, как Укус 87-го. Именно о нём будет первый фанфик. Однажды, в 1987 году, Фреддис Фазберг Пинца. У одного мальчика было день рождения. Они веселились, играли, и даже никто не мог подумать, что в этот роковой день случится беда. И для родителей мальчика, и хозяина пиццерии. Аниматроники развлекали детей. Чика, Бонни и Фредди пели песни. А Фокси стоял в стороне и ждал своего выхода. А сейчас, дети, мы позовём Фокси! На счёт три громко его зовём! Сказал Фредди, обращаясь к детям. Один, два, три, Фокси! Аниматроники и дети закричали. Нет, нет, я не выйду туда. Я должен развлекать их убить! Нет, что со мной происходит? Тихо говорил Фокси, выходя из строя. Фокси! Кричали аниматроники и дети. Фокси вышел из-за кулис. Здравствуйте, дети! Это я, ваш друг Фокси! Дети начали аплодировать. Вы готовы выслушать несколько моих бай? Да! Закричали дети. Ну тогда слушайте! Фредди ушёл готовиться к следующему номеру, а Фокси оставил одного с детьми. Мама, мама, смотри! Это же Фокси! Радостно звала маму маленькая девочка. Вижу, Элина! Ответила мать девочки. Пф! Эти глупые роботы ничто! Они все уже давно устарели! Сказал мальчик девочке. Неправда! У этих роботов есть душа! Я чувствую это! Сказала добрая девочка. Да ну! Ответил мальчик, направляясь к сцене. Сейчас мы это проверим. Пока мальчик с девочкой спорили, Фокси выходил из строя. И что вы называете роботом? Сказал мальчик, залезая на сцену. Мальчик, слезь со сцены! Робот может неадекватно себя повести! Сказал охранник, останавливая мальчика. Отстаньте! Ответил мальчик и залез на сцену. Старая игрушка! Мальчик кинул Фокси пустую банку. Фокси начал выводиться из строя сильнее. Что ты сделал? Крикнула девочка, подбежав к сцене. Бедный Фокси! Тем временем Фокси стал злым, и он был готов напасть. Или нац! Не успел мальчик договорить, как Фокси откусил ему лоб и часть мозга. Кровь была повсюду, и даже попала на девочку. Все закричали, и начали паниковать, убегая из пиццерии. Только одна девочка осталась стоять возле сцены. Что я наделал? Сказал Фокси за ширмой. Фокси, я считала тебя хорошим. На этом заканчивается первая глава, и надеюсь, вы понимаете, что это неофициальные события укуса 87-го года. Это просто фанфик. Сейчас даже неизвестно, Фокси ли причастен к этому укусу. Но все подозрения падают на него, так как у него самые острые зубы. И, кстати, у этого фанфика сейчас стоит статус процессии, а это значит, что это не всё. Если вам понравился, то перейдите по ссылке в описании на этот фанфик, и можете посмотреть, вышло ли продолжение или нет. Ладно, мы немного отвлеклись, давайте перейдём ко второму фанфику. И он нам расскажет о первом визите Майкла в эту злополучную пиццерию. «Здравствуйте, меня зовут Майк Шмидт. На данный момент я работаю в пиццерии. Здесь происходит что-то странное, но меня это не волнует. Я пришёл сюда, чтобы понять, что произошло много лет назад. Вот мой рассказ». После этого небольшого вступления мы переходим к рассказу от лица Майкла, которому было всего пять лет. «Суббота. Замечательный день, ведь родители сегодня дома. К тому же мы сегодня идём на день рождения к моему лучшему другу, в какое-то новое заведение. У меня радости полные штаны. Ладно, пора в столовую, а то мама ждёт». «Мама, какой подарок мы подарим?» Сказал Майк. «Железную дорогу!» Ответила мама. «Круто!» Произнёс он. «Ладно, иди собирайся, а то опоздаем». Промолвила мать. «А завтрак?» Просил Майк. «Там поешь?» Вновь ответила мама. «Окей, быстро собравшись, мы поехали в пиццерию. Там была очень интересная фишка. Вместо обычных официантов-людей, там были маскоты. Это такие марионетки-роботы. Мам, а почему Золотой Фредди такой странный?» «Тебе так кажется?» Ответила она. Дальше было интересное шоу. Потом Золотой Фредди повёл нас куда-то. Он привёл нас в какое-то странное место. Раньше я здесь не бывал, и поэтому я немного волновался. А ещё меня немного пугал Золотой Медведь. Он был более человечный, что ли? Как будто в костюм кто-то залез. Но мои мысли прервал скрип. Нет, я бы даже сказал скрежет. Никогда не думал, что дверь может издать такой звук. «Ладно, детишки, заходите!» Сказал человеческим голосом Золотой Фредди. «Не стесняйтесь, по местам распределяйтесь!» В его стихах была очень плохая и странная рифма. Я повернулся и заметил, что нас, включая меня, было всего пятеро. Причём моего лучшего друга, именинника, здесь не было. Но ведь это был его праздник. Золотой Фредди закрыл дверь, и тут он снял маску. «А-а-а-а-а!» Прикричал я. «Мальчик, почему ты боишься?» Со злобной усмешкой сказал он и достал нож. Подошёл к мальчику, который стоял рядом со мной и распорол ему живот. Мальчик упал, держась за живот. «Не делай этого, ублюдок!» Вновь закричал я. «Где ты таких слов набрался?» Сказал он снова с сумасшедшей усмешкой. «Знаешь, ты мне нравишься своей смелостью. Я убью тебя последним!» Он подошёл к другому мальчику и с лёгкостью перерезал ему горло. «Нравится?» Всё с тем же сумасшествием, сказал он. «Пожалуйста!» Говорил я со слезами. «Не надо!» «Тебе что, не нравится?» Спросил он и начал смеяться. Он подошёл к девочке и воткнул нож ей в живот. «Ты, наверное, думаешь, почему вас не слышат?» А всё потому, что эту дверь сделали специально с хорошей звукоподавляемостью. Он убил последнего ребёнка. Остался только я. «Один!» «Мне страшно!» «Я не могу так умереть!» «Ты пока посиди, а я тела спрячу!» Сказал он. «Зачем ты это делаешь?» Рыдая, сказал я. «Тебе не понять!» Всё так же спокойно, сказал он. Когда он ушёл, я стал искать место, куда спрятаться. Я до сих пор рыдал, ведь на моих глазах убили обычных детей! Я нашёл место и засел там. «На ты бойкий!» Сказал он. «Борешься за свою жизнь?» «Похвально, похвально!» «Только вот напрасно!» Он искал меня, он был близок. Он почти нашёл меня. Я был готов умереть, как вдруг кто-то начал барабанить дверь. «Открывайте! Мы знаем, что вы здесь!» Прокричал голос снаружи. «Ну что ж, молодец! У тебя получилось выжить!» Сказал маньяк. «Но не думай, что я не убью тебя!» «Когда-нибудь я найду тебя, и тогда ты не убежишь!» Прокричал он. И убежал куда-то. Через минуту полиции удалось сломать дверь. Они нашли меня в вентиляции и отвели к маме. Тех детей так и не нашли. Прошли недели, прежде чем я заговорил. Сначала думал, что это всё. Что мне больше не придётся страдать. Как же я ошибался. Да, прочитав второй фанфик, мне как-то стало жутковато сидеть в темноте. Кстати, у этого фанфика тоже стоит статус в процессе. Значит, вы знаете, что делать? Переходите по ссылочке в описании и ждите продолжения. Ну что ж, думаю, фанфиков на сегодня достаточно. Но! В честь скорого наступления нового года я решил как-то удлинить этот ролик. И я нашёл пару стихов по тому же Five Night at Freddy's. Я надеюсь, вы готовы? Начинаем! Ведь мы не такие, как думаешь ты. Ты дверь закрываешь, боишься, дрожишь. Легко разрушаешь цветные мечты. Ножи прижимаешь, большие ножи. Мы добрые люди, прошу, лишь поверь нам. Не бойся, не стою, пойди ближе к нам. Быстрее, откройте железные двери. Закружим, закружим. Давайте на бал. Услышал, услышал, вот шаг, два и три. Но всё ещё страшно, оружие держишь. Не бойся, давай же, вокруг посмотри. Давай в догонялки. Ты водишь, ты первый. А лучше нам в прятки сыграть. Эй, куда ты? Опять двери запер, ну что ж за напасть. А знаю, тебе больше нравятся прятки. Эй, Фредди, эй, Бонни, давайте играть. Закружим, закружим, сбежать не пытайся. Вот Фоксик нам тоже на праздник пришёл. Ой, парень, прости, повезло тебе крупно. А время, сказала, уже шесть часов. Почему во время прочтения этого у меня по телу бегают мураши? Неужели это и вправду так жутко? Пока все мураши не убежали куда-нибудь, давайте сразу ко второму стиху. Пришёл на работу он в позднюю ночь, не зная о давней проклятии. Никто уж не сможет ему помочь. И даже Христоса распятие. Звонит телефон, поднимая звонок, Майк думал лишь об одном. Кому же я нужен в столь поздний срок? И разговор этот будет о чём? Стревоженный голос раздался. Зря ты вернулся сюда. Любой бы сейчас испугался. Безмолвие, ужас, царя здесь всегда. Врагов у тебя четыре. Несложно их пересчитать. Они помешают твоей карьере. Скоро сможешь ты их узнать. Ночью они оживают, слыша напор их скрижет. Сводят с ума, убивают. Страх твоё сердце режет. Но есть у тебя возможность выжить и от них спастись. Спасёт тебя жизнь осторожность и смелость ты ей запасись. На этом звонок прервался. Гудки телефона слышны. Вдруг скрежет, металл раздался. И Шмидта догадки страшны. Светились глаза живые, светом уже не живым. Были они голубые. Мы этого вам не простим. Раз, два, почему ты не спишь? Три, четыре, в камеры глядишь. Пять, шесть, не шуметь. Семь, восемь, всё успеть. Девять, десять, мы живые. Одиннадцать, двенадцать, нас убили. Дринадцать, четырнадцать, все ночи преодолевать. Пятнадцать, шестнадцать, выживать. Семнадцать, восемнадцать, попробуй нас спасти. Девятнадцать, двадцать, тебе не уйти. Семнадцать, восемнадцать, увы. Удачи.